Не ставить гормон, в больших дозах инсулин, но в целом, как бы, пояс одевать перед тренировкой. Сейчас у бодибилдеров в основном выпирает живот, я считаю, что это немножко, конечно, портит пропорции. Я, прежде всего, за эстетику, за хорошее качество, но при этом нужно хорошенько, правильно питаться. То есть, есть такие продукты, которые не будут образовывать газообразование, как бы вздутие. И все будет хорошо, выкорачивающего живота не будет. Вот и все. Всем привет, мы на канале Будимания. Находимся в Старополе. Меня зовут Артем Гвозденко, я вице-президент Федерации Старопольского края. И сегодня в Старополе проходит открытый чемпионат Старопольского края. Мероприятие уже стало традиционным, проходит ежегодно с 2006 года. То есть, у нас уже 11 лет мы проводим. Старополь был организатором чемпионата России. В принципе, турнир хороший, теплый, такой домашний, уютный. Всегда все довольны. Но посмотрим, турнир только открывается. Сейчас более большая идет борьба именно с животами, вообще с местными инъекциями. То есть, любое внедрение какой-то субстанции, масел, силикона, все это снижает баллы. И бодибилдинг где-то на места идут баллы, снижают. В классическом там могут вывести за шестерку, а в пляжном бодибилдинге и маскал физикам, то есть, могут даже вообще убрать за топ-15. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, меня зовут Денис Филипп. Я выступаю на чемпионате Ставропольского края, категории абсолютные юниоры по бодибилдингу. По поводу этого я могу сказать, то есть, как бы, это и работать над мышцами коры. То есть, многие говорят, что это проблема именно от гормона роста. То есть, как бы, я не считаю, что это именно от гормона роста. То есть, как бы, тут вопрос, во-первых, еще в загрузке. То есть, как загружаешься, чем загружаешься. То есть, не только от гормона роста, как все любят на это скидывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Меня зовут Гребенченко Денис. В данный момент я выиграл свою категорию бодибилдинг-юниоры. Все было круто, была тяжелая борьба. Ну, я выиграл, выиграл пропорциями, нетяжелым весом, качеством мышц. Тяжелые-тяжелые тренировки, строгая кардио, дисциплина. Вот, и прежде всего, наставление моего тренера. Сейчас у бодибилдеров в основном выпирает живот. Я считаю, что это немножко, конечно, портит пропорции, так как я за пропорции. Вот, чтобы этого ни было, нужно есть, питаться дробно, я так думаю. Потому что я питаюсь маленькими порциями, небольшими количествами пищи. И вывожу только тренировками и спортивным питанием. Моя цель – выиграть соревнования, выиграть чемпионат России, показать всем, что такое качество. Потому что в юниорах чаще всего ребята выходят, как сказать, немножко гладкие, немножко несформированные. Моя цель – сделать максимальное качество, сделать качество такого, как у профессионального спортсмена. Моя цель – выиграть соревнования, выиграть соревнования. Тренироваться начал в 88-м году, соревноваться с 99-го регулярно. Отличие, вот скажите, сейчас такая тенденция, что в тяжелых категориях у мужчин очень часто выкрающие животы. Что вы скажете, это что-то, как с этим бороться? Бороться? Тяжело бороться с этим. Есть проблема, конечно, надо ее решать правильным питанием и тренировками. Который, который не тренируется, тоже вываливается живот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Я считаю, что сейчас тенденция все-таки даже у бодибилдеров смещается в сторону эстетики. То есть, чтобы живот был неполным, чтобы не вываливался. Вот, поэтому я думаю, что... Что для этого нужно делать? Что для этого нужно делать? Ну, во-первых, за раз поменьше кушать, то есть много не наедать, не растягивать себе желудок. Ну вот, и статикой заниматься. Также, чтобы укреплять стенки. КОНЕЦ КОНЕЦ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я Макаров Евгений. Чемпион России 2013 года среди юниоров, выступая на Ставрополе, проживая в Амурской области, город Благовещенск, выступая за Краснодар. Приехал на Ставрополь попытать свои силы, посмотрим, как что будет. Ну, наверное, скорее всего, в меру кушать, во-первых. Потом делать вакуум нет, не ставить гормон, в больших дозах инсулин. Ну, в целом, как бы, пояс одевать перед тренировкой. Ну, что, не знаю, не перегружаться, в общем, короче, воды не пить перед соревнованиями. В принципе, в целом, вот это все то, что нужно для любого бодибилдера. Я, прежде всего, за эстетику, за хорошее качество. Но при этом нужно хорошенько, правильно питаться. То есть, есть такие продукты, которые не будут образовывать газообразование, да, как бы вздутие. И все будет хорошо, выкроющее живота не будет. Вот и все. Очень большая поддержка. Это, конечно, Геон, который я возглавляю. Это местные очень много спонсоров, магазинов, сетей. То есть, помогли все, всем миром. Мы пытаемся сделать это мероприятие ярким, красочным, чтобы все остались довольными. Люди, которые помогли, которые хотят получить какую-то отдачу, засветиться на турнире там, как спонсоры. Мы пытаемся максимально это озвучить, проявить через рекламу, через, ну, какой-то призыв и рекомендации. Конечно, я пожелаю победить, пусть победит сильнейший. И я всегда считаю, что плохой турнир – это тот турнир, на котором ты не участвуешь. Поэтому выступать на соревнованиях и знайте, что форма прогрессирует от соревнования к соревнования.